Известная телеведущая воплощение самой женственности Оксана Федорова признается, при возможности с удовольствием снимает туфли на каблуке, как бы они не стройнили ноги. Самая красивая женщина России балетки носит или нет для ТАУ-ТВ? Ношу. Почему? Потому что не всегда удобно ходить на каблуках. Балетки, туфли без каблука, обувь придворных дам царской эпохи и танцовщиц стали непременной частью гардероба современной модницы. Как менялся их фасон и даже расцветка, как изящно они сидят на ножках балерин, можно рассмотреть в центре столицы, в музее моды. В мир мировой моды русский балет ворвался после дягилевских сезонов. Костюмы с обилием сверкающих драгоценностей произвели настоящий переворот в европейской моде, став предвестников стиля ар-деко и эпохи великого Гэтсби. После дягилевских сезонов Диор, Шанель, очень много модных домов и в Сен-Лоран выпустила свою коллекцию. И периодически тема балета всплывает у модельеров и даже у современных дизайнеров. В столичном музее моды Оксана Федорова представляет выставку «Русский балет. Мода навсегда». Помимо современной живописи и фигурин, фигурок балерин из кружевного фарфора, здесь можно увидеть, как становилась и менялась балетная мода. «Русский балет, он всегда был хорошего качества, несмотря на то, что родоначальниками является Франция, но мы их опережаем, мне кажется, в этом». И тому подтверждение экспоната выставки. Перед глазами торжество костюма артистов русского балета. Богатые наряды не где-то вдалеке под цветом рамп, а тут перед самым носом. А вот это бальное платье принадлежало самой Майе Плесецкой. Вы можете сравнить, какой хрупкой была балерина по сравнению со мной. Вот такая узенькая талия, посмотрите. Для экспозиции манекены пришлось заказывать специальных маленьких размеров. Такими изящными были балерины и балеро в 19-20 веке. «Когда мы пытались надеть некоторые костюмы на манекены, у нас они просто не налезли на манекены, потому что даже стандартный 42-й размер, он очень большой». Разглядывать, рассматривать настоящие сценические балетные наряды максимально близко, а не на сцене, можно хоть часами. Знаменитые балетные костюмы великих танцоров Майи Плесецкой, Марис Ильепп и, конечно, Рудольфа Нуриева. Именно он вел моду танцевать на сцене в трико, отбросив штаны, скрывающие скульптуру тела танцора, в пыльный угол. «Живой балет, запечатленный кадром. Но на самом деле, посмотрите, какие работы, все дышит. Все дышит и в этом любовь художника к балету и балету к художнику». Мода как погода переменчива, однако ее капризы обходят стороной интерес к русскому балету. Гастроли Большого театра проходят с аншлагом во всем мире. Наш балет преподносит зрителю торжество танца, изящество, красоты русских танцовщиков и дарит идеи мировым дизайнерам для своих будущих коллекций. Алексей Остапчик, Дмитрий Иванов, ТОТВ